Всем привет! В этом видео расскажу, как приготовить очень вкусные макароны с котлетами и хреном. Сейчас будем добавлять в макароны самодельный хрен, который вырос в огороде. Для начала нам нужно обжарить котлеты. Включаем блюду на самую большую мощность. Берем масло. Масло можно вообще абсолютно любое брать для жарки. Желательно, конечно, брать кокосовое. Так, добавляем туда масло. Кстати, сейчас оно подорожало, потому что все-таки импортный продукт с долларом не очень. Так, все. Этого масла, думаю, будет достаточно. Сейчас оно растает. Сразу же одновременно достаем котлеты. У нас они вот такие замороженные. Ну и теперь их немножко обжариваем со всех сторон. На небольшом огне, потому что сейчас масло растает. Далее, одновременно с темы, сейчас нам нужно набрать воду в кастрюлю для того, чтобы закипятить и сварить в этой воде макароны. Включаем на сам большой огонь, при этом котлеты сделаем потише. И теперь кипятим воду. Так, вот у нас вода стоит рядышком. Ну, она будет довольно-таки долго закипать, поэтому ждем сейчас это время. Так, вот вода у нас закипела. Сейчас в эту воду добавляем макарон. 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 Все, добавили. Сейчас надо посолить и перемешать. Ну, солью можно добавлять довольно-таки нормальное количество. Теперь это все перемешиваем и можно добавлять чуть-чуть потише совсем, потому что макарошки варятся. Ну, если делать на большой огонь, то они будут убегать. Так, давайте посмотрим на наши котлеты. Котлеты были заморожены, поэтому их нужно готовить на маленьком огне. Так, смотрим, что у нас в котлетке. Котлетка обжаривается на сковороде. Так, ну, масла, честно скажу, маловато. Давайте добавим сюда в котлетке масла. Чуть-чуть побольше. Так, все, добавили масло. А, и когда котлетки дожарятся, будем обжаривать хрен. Ну, и теперь дальше ждем. Так, ну, смотрим, у нас котлетки обжарились. Сейчас надо сделать потише. И теперь добавляем туда хрен. Потому что хрен нужно будет обжарить тоже со всех сторон. Олечка пока не особо остыла, поэтому брызжет в разные стороны. Так делать тоже нельзя. Иначе вся кухня будет грязная. Ладно, так, сразу масло вот это вытираем. Чтобы на стену не брызгало, а только когда на стену попадает масло, его очень тяжело отмыть. Так. Немножко протерли. Хрен мы обжариваем. То есть, ну, обязательно на масле. И он должен быть начертый и обжаренный. Не просто вареный, а обжаренный. Он подает очень вкусный такой аромат и вкус для нашей пасты, для наших макарон. Можно использовать покупной хрен. Но покупной он слишком сильно помолот. Его тяжело обжарить. Лучше использовать более такой, более крупный. Видите, они немножко начинают обжариваться. Так, ну, здесь сразу же ставим огонь побольше, чтобы хрен отдал маслу свой аромат. И макароны можем спокойно сливать уже. Они у нас немножко тверденькие сейчас. Так, макароны сливаем. Так, все, макароны слили. Ну, хрен нужно еще немножко пообжаривать. Чуть-чуть совсем. Ну, все, я думаю, достаточно. Он смог раствориться в макаронах. Но вообще можно еще даже подольше подержать. Это уже на ваше усмотрение. Так, пересыпаем макароны в сковородку. И все это дело перемешиваем. Чтобы у нас макарошки получили такой золотистый цвет. Ну, и наше блюдо будет готово. В принципе, спасибо вам за просмотр. Подпишитесь на канал, поставьте палец вверх. Пока-пока. Пока.